Тридцать-второй урок. Тридцать-второй. The picture continued. Картина, продолжение. Pretty soon Lily came back. Довольно скоро Лили вернулась. Here you are, Pa! Вот, Папа! She cried, handing him a few nails and the hammer. Она крикнула, протягивая или передавая ему несколько гвоздей и молоток. То есть всегда, когда мы что-то кому-то подаем, то мы говорим вот, ну как бы вот возьмите. Here you are, вот пожалуйста. Here you are. То есть вспомним, да, что в предыдущем тексте, в первой части, папа собирался вешать картину, которую приобрел и просил Лили принести молоток и гвозди. Вот она приходит, да, вот pretty soon, довольно скоро вернулась и принесла молоток и гвозди. И говорит, here you are, Pa! Вот, Папа! Вот, возьми! Значит, she cried. Ну тут все понятно. Она закричала. Handing him. То есть как бы дословно вручая ему. Это то самое слово hand, которое рука, а точнее кисть руки. Но здесь в значении глагола. То есть есть a hand, кисть руки, а есть глагол to hand, то есть передавать, вручать, отдавать из рук в руки. Ну вот в таком значении. То есть она крикнула, отдавая, вручая ему a few nails, несколько гвоздей. Напоминаю, что a few переводится несколько, используется только с исчисляемыми существительными. A few nails. Просто few без артикля – это мало. Опять-таки с исчисляемыми существительными. То есть если было бы few nails без артикля a, было бы мало гвоздей. Но здесь a few nails – значит несколько гвоздей. And the hammer – и молоток. Ой, нет, ребёнок или доченька. Эти гвозди не пойдут. They are too short. Они слишком короткие. Pick out the longest ones while I look for a piece of cord. Повыбирай самые длинные, пока я поищу кусок верёвки. Pick out. Ну то есть выбери, отбери. Имеется в виду из множества, да, достань только те, которые самые длинные. Как раз-таки самые длинные – это the longest. То есть превосходная степень прилагательного длинный. Long – образуется всегда при помощи определённого артикля the и суффикс est. The longest – самые длинные. И чтобы снова не говорить слово nails – гвозди, да, чтобы тавтологично не было, просто заменяем на once. То есть не надо переводить одни. Pick out the longest ones. То есть выбери самые длинные, подразумевается, гвозди. Чтобы это не звучало, ой, нет, эти гвозди не пойдут, выбери самые длинные гвозди. Вот мы же так по-русски не говорим, да? И так понятно, что речь дальше продолжается о гвоздях. То есть ой, нет, эти гвозди не пойдут, выбери самые длинные. В английском просто подставляем слово once. Pick out the longest ones. То есть оно не переводится. Выбери самые длинные while I look for, пока я поищу, look – смотреть, look – for – это уже фразовый глагол, искать. While I look for a piece of cord – кусок верёвки. Here is the string, Pa, Lily said, handing him a piece of thin string. Вот верёвка, папа, сказала Лили, протягивая ему кусок тонкой верёвки. Опять-таки встречается handing him, как и вначале, да, было, вручая, то есть передавая в руки. A piece of thin, thin – тонкий, string – верёвка. Чем же отличаются cord и string? И то верёвка, и то. Но string – это больше верёвка, как ниточка, то есть тонкая верёвка. Cord – это верёвка потолще. Есть ещё rope, да, которая вообще канат прям. То есть по толщине отличается. То есть ему нужна, естественно, чтобы повесить картину, хорошая такая плотная, добротная верёвка. А Лили протягивает ему thin string – тонкую верёвку. Далее идёт диалог. No, dear, it won't do either. Нет, дорогая, она тоже не пойдёт. Either, напоминаю, хотя было уже несколько раз, встречалось в данном пособии. Это слово переводится тоже так же, ставится как и to в конце предложения, в конце мысли, но используется исключительно в отрицательных предложениях. То есть нельзя сказать it won't do to. То есть по смыслу тоже и to, и either переводятся тоже, но грамматически в отрицательных предложениях ставим either. Нет, дорогая, она тоже не пойдёт. Рамка очень тяжёлая, и у нас должна быть крепкая толстая верёвка и длинные гвозди. Ну, гвозди здесь у них с опечаткой написано, как видите, я зачеркнула букву И. Просто nail – гвоздь, просто S добавляем, не И-С, а S. Nails – гвозди. Новое слово frame – рама, рамка. То есть у картины рамка, у фотографии может быть. Оконная рама тоже frame – рама, рамка. Heavy – тяжёлый, когда именно тяжёлый по весу, то есть не в значении трудный, а тяжёлый. Тяжёлая сумка, тяжёлый мешок, вот как здесь тяжёлая рамка, полка и так далее. The frame is very heavy – рамка очень тяжёлая. And we must have – дословно, и мы должны иметь, то есть и нам нужна. A strong, thick cord – крепкая толстая верёвка. Значит, thin – вот там была thin string – тонкая верёвочка. Thick – это толстый, плотный. Thick cord – толстая верёвка. И опять-таки, and long nails – и длинные гвозди. Alright, pa. Хорошо, папа. Just a minute. Минуточку. Just a minute. То есть такое выражение, когда минуточку, то есть момент. Just a minute. I know where to find all this. Я знаю, где найти всё это. And the little girl ran out of the room. И маленькая девочка выбежала из комнаты. Ну, теперь давайте прочтём этот кусочек без перевода, просто по-английски. Pretty soon, Lily came back. Here you are, pa, she cried, handing him a few nails and the hammer. Oh, no, kid. These nails won't do. They are too short. Pick out the longest ones while I look for a piece of cord. Here's the string, pa, Lily said, handing him a piece of thin string. No, dear. It won't do either. The frame is very heavy. And we must have a strong, thick cord and long nails. When she returned, she saw her father standing on a chair with the picture in his hands. Когда она вернулась, принеся гвозди подлиннее и кусок толстой верёвки, она увидела своего отца, стоящего на стуле, с картиной в руках. Carrying, то есть принеся, неся, то есть корень, глагол carry, нести. Пишется Y на конце, здесь её пропустили, очередная печатка, к сожалению. Ну, вот я вписала, если кто-то занимается тоже по бумажному изданию, тоже себе допишите букву Y. Carry, нести, значит carrying, принеся, неся, ну, в таком роде всё. Дальше, longer nails, nails опять с опечаткой, тоже гвозди, буква И не нужна, просто окончание S. Longer nails, гвозди подлиннее, то есть сравнительная степень, longer, подлиннее. A piece of thick cord, опять-таки кусок толстой верёвки, cord, то есть это верёвка средней толщины, в отличие от string, тонкая верёвка. Итак, дорогая, посмотри, держу ли я её прямо или нет, спросил мистер Кристин. Значит, встречается здесь новое слово такое. То есть не как погода пишется, а иначе. И переводится это частица ли. То есть знаю ли я, видишь ли ты. То есть когда нам нужно предложение построить именно с этой частицей, как бы переиначить его, так скажем. Очень часто, когда из прямой речи в косвенную переделывают, вот тоже часто используется эта частица. То есть дальше после неё идёт прямой порядок слов. То есть whether, не am I holding, да, как должно быть логически в вопросе. Сначала сказуемое, потом подлежащее. А как бы ли я держу, и дальше строите, вот прямой порядок слов идёт. Посмотри, то есть держу ли я её прямо или нет. To hold straight – держать прямо. Whether I'm holding it straight. Здесь предложение, кстати, в present continuous, да, в настоящем продолжено, потому что сейчас он вот стоит на стуле, держит картину и спрашивает, ну, как бы забиваем, не забиваем гвоздик, да, вешаем, не вешаем, прямо, криво. То есть процесс прямо сейчас, сейчас он прямо её держит. I'm holding it. Ну, it в смысле the picture. Whether I'm holding it. Держу ли я её straight or not? Прямо или нет? Спросил мистер Кристин. Lily raised her head and looked up. Лили подняла голову и посмотрела наверх. Глагол raise не путаем с глаголом rise. То есть raise – это глагол правильный, переводится поднимать. То есть что-то, я уже, по-моему, когда-то говорила об этом. Руку, ногу, голову, как в данном случае. А rise, который глагол неправильный, он, значит, у нас подниматься. Солнце поднялось, человек встал, поднялся и так далее. То есть это когда сам кто-то поднимается, raise – это поднимать. Значит, Лили подняла голову и посмотрела наверх. Да, папа, ты держишь её вполне прямо, абсолютно прямо. Quite straight. И опять-таки в present continuous, потому что он спросил Whether I'm holding it – держу ли я её, то есть прямо сейчас, да, right now. И, соответственно, она отвечает в этом же времени. You are holding it. Да, ты держишь её quite straight. Ну, довольно прямо. That'll do. Ну, как бы так пойдёт, сойдёт, хорошо. That'll do. Пойдёт. Then give me a pencil, please, her father said. Ну, тогда дай мне, пожалуйста, карандаш, сказал её папа. What do you need a pencil for? Asked Лили. А для чего тебе нужен карандаш? Спросила Лили. Типичный вопрос в английском языке, когда предлог уходит в конец. То есть очень часто люди именно не могут понять, почему предлог в конце. Ну, это типично для английского языка. То есть, если мыслить по-русски, да, получается, должно быть For what do you need a pencil? Кстати, иногда встречаются, особенно вот в учебниках по грамматике каких-то, знаете, вот ещё старых лет, бывает, что такое встречается, когда предлог идёт там, где он логический, как бы с русского, если переводить, где он должен стоять. Но вообще чисто по-английски правильно, когда предлог уходит в конец. То есть, как бы, чего тебе нужен карандаш для? Ну, вот запомнить прям просто как конструкцию, да, вместо pencil, соответственно, любое существительное может быть. Просто запомнить, допустим, для чего тебе это нужно. What do you need it for? Вместо it подставляете любое слово, и получается, для чего тебе нужно вот это или то или другое. What do you need a pencil for? Для чего тебе нужен карандаш? Глагол need – это нуждаться, то есть, когда что-то кому-то нужно. What do you need? Это просто было бы, да? Что тебе нужно? В чём ты нуждаешься? What do you need a pencil for? Для чего тебе нужен карандаш? Спросила Лили. Я собираюсь сделать отметку на стене, чтобы вбить гвоздь, ответил мистер Кристин. Ну, выражение to be going to – собираться что-то сделать. То есть, I'm going to – я собираюсь, намереваюсь. То есть, вот прямо у него уже план, сейчас он будет, значит, забивать гвоздь. I'm going to make a mark. Mark – это не только оценка, отметка, но и ещё имеется в виду отметка как знак, отметина какая-то, вот как точку, да, то есть, наметить себе, куда он будет забивать гвоздь. То есть, поэтому есть такое, да, понятие маркировка. То есть, когда всё отмечено, есть какие-то знаки, указывающие на что-то там, да, ну, вот. Поэтому mark – отметка, отметина, знак. Значит, I'm going to make a mark on the wall. Я собираюсь сделать отметку на стене. Зачем? To drive the nail in. Чтобы заколотить, забить гвоздь. То есть, drive – это не только водить какое-то транспортное средство, но ещё и, как фразовый глагол, to drive in – забивать, заколачивать. В данном случае гвоздь. To drive the nail in. Я собираюсь сделать отметку на стене, чтобы забить, заколотить гвоздь. Ответил мистер Кристин. Here's the pencil, dad. Вот, карандаш, папа. Thank you, darling. Спасибо, дорогая. Now I'll... Сейчас я... И то есть, здесь прервалось, потому что что-то там, да, I'll, напоминает, I will, сокращённое сейчас я. То есть, он хотел сказать, что он сейчас что-то сделает, но вдруг его речь оборвалась. But Mr. Kristen did not finish his sentence. Но мистер Кристин не закончил своё предложение. То есть, sentence – предложение. Ну, грамматическое, которое, да, вот есть словосочетание с предложением. Sentence. Послышался треск или грохот, и Лили увидела своего папу, стоящего на стуле, без головы. Значит, новое слово. Crash. Треск или грохот. Crash. So, прошедшее время, от C, видит, да, Лили. So, Лили увидела, опять-таки. Her father standing on a chair. Отца, стоящего на стуле. То есть, что делающего. И предлог without, без. То есть, with напоминает, это с. Without, без. Without his head. Без головы. И в конце видео чтение всего отрывка, который мы разобрали. В данном видео просто чтение без перевода, без разбора. The picture continued. Pretty soon, Лили came back. Here you are, Pa! She cried, handing him a few nails and the hammer. Oh, no, kid. These nails won't do. They are too short. Pick out the longest ones while I look for a piece of cord. Here's the string, Pa! Лили said, handing him a piece of thin string. No, dear, it won't do either. The frame is very heavy, and we must have a strong, thick cord and long nails. All right, Pa, just a minute. I know where to find all this. And the little girl ran out of the room. When she returned, carrying some longer nails and a piece of thick cord, she saw her father standing on a chair with the picture in his hands. Now, dear, look, whether I'm holding it straight or not, asked Mr. Kristen. Lili raised her head and looked up. Yes, Daddy, you are holding it quite straight. That'll do. Then give me a pencil, please, her father said. What do you need a pencil for? Asked Lili. I'm going to make a mark on the wall to drive a nail in, answered Mr. Kristen. Here's the pencil, Dad. Thank you, darling. Now I'll... But Mr. Kristen did not finish his sentence. There came a crash, and Lili saw her father standing on the chair without his head.